Всем привет! Вы на канале Процветок. С вами я, Пашкевич Анна. И в этом видео мы позволили себе оставить некоторые комментарии на самые популярные народные рецепты по культуре выращивания огурца. Как видите, я впервые в кадре с листиками для того, чтобы не быть голословной и зачитать вам оригинальные рецепты, которые мы нашли в сети. Итак, первый рецепт. Когда на растениях появятся 3-4 листочка, я выкладываю 30 капель йода в ведро воды, 20 грамм хозяйственного мыла и 1 литр молока. Опрыскиваю. Повторяю процедуру каждые 10 дней. Готовясь к этому видео, я взяла некоторые комментарии в научном сообществе среди овощеводов. И они сказали, как один, что йод в столь малой дозировке 30 капель йода на ведро воды это очень низкая концентрация для того, чтобы было какое-то бактерицидное действие на патогенные микроорганизмы, которые развиваются, например, в культуре огурца. Также было установлено, что как минимум необходимо вылить стакан йода, это 250 мл на ведро воды, для того, чтобы затем этот йодный раствор подавил или полностью убил развитие тех или иных патогенных микроорганизмов, которые развиваются на овощных культурах. Но, к сожалению, нет достоверных данных по тому, как такая концентрация йода действует на наше растение. Поэтому о том, чтобы вносить 30 капель йода на ведро воды, к сожалению, мы не можем рекомендовать вам данную концентрацию йода как активную. Конечно, рецепт достаточно интересный, хороший. И из всех трех компонентов, которые предлагает нам автор, мы бы оставили 1 литр молока. В молоке находятся молочные кислые бактерии, которые так или иначе будут составлять конкурентную микрофлору тем патогенам, которые, возможно, поселятся на листьях наших огурцов. Второй рецепт. Когда огурец массово зацветает, 10 литров воды растворяют 2 литра сыворотки и добавляют 150 г сахара. Опрыскивают растения и выливают по 1 литру под каждый куст. При этом увеличивается количество завязей у огурцов. По поводу работы сыворотки на овощных культурах есть очень яркий пример из органического земледелия, которым занимался один бывший научный сотрудник. К сожалению, он не установил четкого действия данного продукта в качестве своеобразного препарата, который подавляет развитие той или иной патогенной микрофлоры. В сыворотке находится определенное количество питательных элементов, в ней присутствуют молочнокислые бактерии. Но для того, чтобы возможно действие было по этому рецепту, тогда мы рекомендуем убрать 150 г сахара. Потому что сахар это своеобразная питательная среда, которая будет доступна всем микроорганизмам, в том числе и сажистому грибу, который очень хорошо любит любую глюкозную среду и быстро заселяет наше растение. Ну и конечно же мы бы рекомендовали сыворотку лучше выливать под корень, как дополнительный источник кальция и фосфора, а вместо нее в 10 литров воды добавлять, например, препараты на основе сеной палочки, фитоспорин и обрабатывать наши огурцы для того, чтобы составлять конкурентную микрофлору патогенным микроорганизмам. Третий рецепт. В июне, начале июля вечером замачиваю буханку черного хлеба в 10 литрах воды, утром протираю, добавляю небольшой пузырь йода, процеживаю, литр жидкости развожу в 10 литрах воды и опрыскиваю огурец. Наше мнение такое, что если мы будем брать хлеб как источник дрожжей, то тогда проще взять самостоятельно дрожжи без дополнительных источников углеводов, которые находятся в хлебе, чтобы не образовывать какую-то питательную среду для тех или иных патогенных микроорганизмов. Поэтому буханку хлеба мы рекомендуем заменить одной третьей пачкой дрожжей на 10 литров воды. Также, как мы уже говорили ранее о небольшом пузыре йода, мы не беремся судить в данном видео и не рекомендуем вам добавлять это вещество в воду, в всяком случае в таких маленьких концентрациях. И, исходя из этого рецепта, разведение будет 1 к 10, но, к сожалению, об эффективности точно утверждать не приходится, поскольку, опять же, маленькая концентрация. Четвертый рецепт. С середины лета обрабатываю огурцы таким составом. 0,7 литров луковой шелухи, заливаю 10 литрами воды, довожу до кипения, снимаю с огня, закрываю крышкой, настаиваю 12 часов, процеживаю, разбавляю водой 1 к 4 и опрыскиваю по листу. Наше мнение такое, луковая шелуха, она как самостоятельный источник большого количества макро- и микроэлементов имеет место быть, но в качестве корневой подкормки. И 0,7 литров луковой шелухи на 10 литров воды – это также значительно сомнительная концентрация. И, к сожалению, научно не доказано, как она действует полноценно в качестве источника питания на наши огурцы. Что же касается предполагаемого фитонцидного эффекта, который, возможно, получается с луковой шелухой, то необходимо понимать, что фитонциды – это летучее соединение. И в данном случае, если мы будем говорить о том, что луковая шелуха каким-то образом задерживает развитие патогенной микрофлоры на поверхности листьев огурцов, то надо понимать, что лучше ее заменить кашицей из луковиц, которую развести в воде, но никак не кипятить и не отстаивать. Для того, чтобы хотя бы какое-то количество фитонцидов, которые однозначно имеют бактерицидное и бактериостатическое действие на микроорганизмы, все-таки повлияло на возможных патогенов. И пятый рецепт. С середины лета раз в 10-14 дней опрыскиваю и поливаю огурцы раствором молочной сыворотки, разбавляя 1 к 5. Как уже говорилось ранее и выше в данном видео, мы допускаем использование и молочной сыворотки, и молока в качестве тех альтернативных источников дополнительных элементов питания в культуре огурца. Но о том, чтобы небольшим разведением опрыскивать наши огурцы в надежде на то, что молочнокислая бактерия составит активную конкурентную микрофлору патогенным микроорганизмам, мы не можем говорить. Мы будем рекомендовать использование проверенных биологических препаратов на основе сенной палочки по листу, на основе триходерма под корень, для того, чтобы наверняка получить проверенный результат. В конце видео мы хотели бы попросить от вас обратную связь. Оставьте свои комментарии, напишите, о каких народных рецептах знаете вы, что проверяли вы на своих культурах, что вы считаете приемлемым, а что нерабочим в конкретно вашем случае. Также не забывайте про подписки и про лайки. Благодарим вас за внимание, до новых встреч!